В Россети Кубань назначен новый руководитель, им стал Борис Эбзеев. Сегодня губернатору Краснодарского края, его представил генеральный директор компании Россети Андрей Рюмин. К работе Борис Эбзеев приступит уже завтра в должности исполняющего обязанности. На встрече также обсудили развитие сетевого комплекса региона. С началом лета неизбежно возрастет нагрузка на системы электроснабжения. Люди будут активно пользоваться сплит-системами и кондиционерами. В зоне повышенного внимания Черноморское побережье. Сейчас туда едут миллионы отдыхающих. Именно поэтому важно не допустить массовых отключений электроэнергии, отметил Вениамин Кондратьев. Россети давний, наверное, стратегический, можно сказать, партнер нашего края. Потому что, естественно, без электричества в сегодняшнем времени никуда и о никаком развитии точно говорить не приходится. Нам важно сегодняшнее бесперебойное обеспечение электроэнергии в целом края. И, конечно, нам очень важно, чтобы электричество ни в коем случае не отключалось. И санаторий, и отели, и гостиницы, весь санаторно-курортный комплекс, они будут работать на пределе возможностей. На пределе возможностей. Безусловно, это мы должны учитывать. Нас ждет жара в прямом и переносном смысле этого слова. Мы всегда контролируем покупательскую способность. Посмотрели, что кондиционеры, спецсистемы, они уже все раскуплены. Поэтому здесь мы должны максимально просто работать на опережение ситуации в рамках, в том числе, инвестиционных проектов. Совместно мы готовы максимально подключиться, чтобы строились новые подстанции в нашем регионе. Появлялись новые мощности, безусловно. Ну и, конечно, очень важно, для нас принципиально важно реконструкция существующих распределительных сетей, чтобы обеспечить надежное, бесперебойное энергоснабжение всех потребителей. Мы вместе с вами сейчас вступаем в самый жаркий период. Мы понимаем, что количество приезжих и отдыхающих будет в этом году. Я думаю, что будет побит, наверное, рекорд и последних лет. Здесь мы понимаем, что наша ответственность очень большая, это энергоснабжение потребителей, безаварийное. Поэтому все бригады сейчас проходят и противоаварийные тренировки, в общем, готовятся к усиленной работе в эти вот 3-4 ближайших месяца. За последние 5 лет нагрузка на энергосистему края выросла на 20%. Сети не всегда с ней справляются. Несмотря на реконструкцию и строительство новых подстанций, при возведении крупнейших социальных объектов, краевые власти сталкиваются с дефицитом энергомощностей. Я хочу сказать вам слава, благодарность за то, что в целом, конечно, в модернизацию, где-то в реконструкцию энергосетей края Россети в прошлом, даже пандемийном году вложили 5,3 миллиарда рублей. Это достаточно большая сумма. В этом году вы планируете вложить и уже вкладывать около 6 миллиардов рублей. Конечно, это очень важно. И в целом я хочу сказать, что инвестиционный портфель Россетей, он позволяет не только реконструировать существующие сети, их ремонтировать, но и строить новые объекты, энергоинфраструктура. Для нас это очень важно, потому что даже строительство социальных объектов, которые мы запланировали, мы не можем реализовать, потому что опять дефицит электроэнергии. В данном случае город спорта, который сегодня проектируется, и мы уже понимаем, что будет дефицит электроэнергии. А самое главное, медицинский кластер в Краснодаре на 5 медицинских учреждений, он тоже сегодня потенциально, мы понимаем, будет испытывать дефицит электроэнергии, потому что высокотехнологичная медицина, она требует, безусловно, большого количества электроэнергии. В край вложено за последние несколько лет достаточно большие средства, но на этом мы ни в коем случае не останавливаемся. Хотел сказать несколько цифр. Это планы по инвестиционной деятельности на 2021-2023 года. У нас запланировано мероприятие по финансированию больше 30 миллиардов рублей. То есть, если мы говорим о краткосрочной перспективе, то это достаточно большие средства. До 2023 года компания Россети направит на развитие энергоэлектрической системы Кубани порядка 30 миллиардов рублей. Средства в том числе направят на реконструкцию и установку новых центров питания.